Пора свадебного бума пришлась на июль. И это касается не только красивых дат, но и выпадающих праздников в этом месяце. Поток желающих узаконить свои отношения в День семьи, любви и верности резко увеличился. Сегодня мы поздравляем и регистрируем не только браки молодожен, но все-таки это праздник Дня семьи, любви и верности, то есть тех пар, которые прожили в браке более 25 лет. Поэтому этот праздник посвящен еще и им. И таким парам, а их на территории Приморского края сегодня будет 70 пар, будут вручаться медали за любовь и верность. В России этот праздник берет начало с 2008 года, который был объявлен Годом семьи. Тогда же и была высказана инициатива создания Дня, посвященного семье, любви и верности. Это русский день влюбленных. 14 февраля это не наш праздник. Мандраж перед самым ответственным событием в жизни присутствует практически у всех молодоженов, которые переступают этот порог. Предложение было год назад еще. Он с армии пришел, и мы решили пожениться. Ежегодно в этот день комитет выделяет медали за любовь и верность для награждения семейных пар, достойных этой награды. И одно из главных событий праздника – это чествование юбиляра. Супруги Поповы вместе 60 лет. Говорят, раньше ни свадьбы, ни золотых колец у них не было. Зато сейчас, спустя больше полувека, пара в торжественной обстановке обменялась кольцами. Я закончила институт. 4 июля получила диплом о высшем образовании. Борис Иванович мне сделал предложение. Говорит, пойдем в ЗАГС. Он думал, что я откажусь, а я с радостью пошла. Цифра по количеству браков с начала этого года пока стабильна. Но пора, свадеб еще впереди. Пик всегда приходился на август и сентябрь. И на Гончарова Денис Семесинов «Панорама».